Мы на месте. Мы приветствуем Сигне. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе наперед? Сеанс. Доверит. Я даю команду «Нача-3». Сканер сканирует пространство над головой Сигне под ногами 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует систем тонких тел Сигне. Находит все. Из нее дракон сразу вылетел, вышел. Какой? Синий. Хорошо. У него крылья небольшие, и они выходили через спину, где лопатки у нее, и у нее тяжесть, боль там была от этого. У меня уже будет пара вопросов к дракону. Инкуб, бес и спрут. Кто присутствует в квартире из вас? Бес и дракон. Бес и дракон. Хорошо. Мы сегодня и квартиру чистим, поэтому сами мы будем долго работать. Спрут, сколько ты находился в этом биополе? 15 лет. Посмотри, как долго. Считай герцовку у беса над головой. 9. Бес в квартире черт есть? Нет. Ты мучил животных, кошку, собаку? Собака играл. Есть подключки твои на собаке? На собаке есть. Кошка обходит мои сетки. Она видит. Понятно. Хорошо. Скажи мне, сколько ты находился в этом биополе? Год и два месяца. Хорошо. Инкуб, как долго ты находился в этом биополе? 7 лет. Синий дракон, цифры над головой? 1, 2, 8, 6. 1, 2. Сколько ты находился в биополе, дракон? 3 года. 3 года. У кого-нибудь есть контракт? Сигне? Слушай, этот дракон цвет меняет синий на красный как-то. Хорошо. Снимаются маски и голограммы. Дракон предстоит перво в данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Дракон. Он говорит, что он боится, эмоционирует, и у него изнутри меняются цвета. Понятно. Хорошо. Я думал, ты пытаешься мимикрировать здесь, поэтому я и попроверил тебя. Начинаем с реверса энергии. В процессе реверса я буду задавать вопросы, устанавливать причины под ключик. Вы будете на эти вопросы отвечать. Кто не будет отвечать, на то будет воздействие. Я даю команды тонкой копии. Сигне спроектировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоаббрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены низкоаббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к сигне. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Вкусили потоки в 50 раз. На кой частоту ты зашел, бес? Что там было? Что тебе дало основание? Что там был? Крик? Алкоголь. Алкоголь. Ну, это твоя частота, понятно. Наливал? Репенец она наливала. Репенец. Хорошо. Причину захода инкуба понятно. А что ты зашел, синий дракон? Вот это мне интересно. Три года. Инкуб. Инкуб говорит, любовь у нас, что тебе понятно? Любовь у вас, да, конечно. Она тебя видела хоть раз, Инкуб? Скажи мне. Только во сне. И как ты ей представал? Молодым красивым мужчиной? Нет. В своем обличии? Нет. А как? Кем? Мачо. Мачо. А, понятно. Я уже сейчас увидел. Золотой. Готовым исполнить любое желание. С золотой цепочкой на шее, да? Понятно. Хорошо. И исполнял все желания? Я исполняла. И она исполняла. Хорошо. Не будем углубляться. Синий дракон к тебе. Ему плохо. Он первый раз видит такое. Ему страшно. Его чуть не трясет. Дракон, успокойся. Я не собираюсь на тебя воздействовать. Я тебя отпущу сегодня на твою чистоту после того, как ты уберешь все, что здесь ты оставил и все, что ты оставил в квартире. Я это проверю и отпущу тебя на твою чистоту. В первый раз я отпускаю тебя. Это понятно? Понятно, но он не сильно верит, что ты его отпустишь. Дракон, в этой клетке буквально сегодня стоял дракон восьмитысячный. Он ушел на свою чистоту. У меня нет пока оснований тебя не отпускать на твою чистоту. Если, конечно, у тебя есть какие-то грехи за тобой, то не помимо этого, этого подселения. Или у тебя есть какое-то клеймо. Он слышал, что люди могут выгнать, но он не знал, как это происходит. Хорошо. Теперь он это понимает и присутствует там. Вот. Только присутствие спокойно, тебе нечего бояться, нечего волноваться. Я не собираюсь еще раз на тебя воздействовать. Хорошо. Объясни мне причину твоей подключки. Исследование человека. Ты учился или ты воровал энергии? Ты был пассивный? Я жил на этих энергиях. Понятно. Ты активно участвовал в ее жизни? Ты манипулировал ей? Нет, я учился человеческому образу жизни. Значит, ты пришел чисто для обучения? Квартира привлекает его сильно. А чем квартира тебя привлекает? Строением. Трапеции. У них можно создать определенную плату, которая будет оттягивать энергии. Мы видели эти платы сегодня на видео. И квартира действительно такой формы, как ты говоришь. Понятно. Хорошо. Благодарю за эту информацию. Ждем окончания реверса. Спрут, а что ж так 15 лет так долго ты с ней в ней находился? Чем тебе так понравилось? Он говорит, что он сосал ее соки. А какие именно? У него облеплена вся голова, тело его присосками. Как она ощущала твое присутствие? Отток энергии. Понятно. Сколько процентов энергии ты забирал? Усталость. Усталость. Сколько процентов энергии ты забирал? Чем больше сидел, тем больше забирал. Начинал с 10%, сейчас до 70% в разное время суток. Семьдесят процентов это ж... Спрут. Тебе не кажется, что ты где-то границы переходишь? Он большой, ему нужна энергия для присосок его. Да. Реверс закончился. Размеры не имеют никакого значения для меня. Хорошо. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Сигна забирает все чистые светлые божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что они похитили, все, что они взяли до последней капли, возвращает Сигна себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Без, скажи мне, есть ли лярва в ее биополе? Должны быть. Да, есть. Низ живота. Низ живота. А голова? Шея? Стекало туда все. Все туда стекало. Тебя интересует это, лярва? Да, интересует. Хорошо. Придет время, я дам тебе отдельную команду. Можешь их забрать. Мне интересует в обмен на это дополнительная информация про ее слабые места, на которые ты заходишь, для того, чтобы она сделала выводы и не допускала это впредь. Тебя интересует эмоциональный фантом? Интересует его. Все интересует. Сыр какой-то интересный. Хорошо. Все негативное. Ну вот это и негативное. И тебя интересует еще негатив в квартире? Да, интересует. Он мне уже порталы показывает. Хорошо. Придет время. Мы вернемся к этому разговору. Реверс закончился. Хорошо. Реверс закончился. Выходит спрут, отключаясь полностью, ничего не забывая, отсасывая всю свою жидкость, которая там осталась, возвращаясь и докладывая мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Я предупреждаю сразу каждого, если он забудет что-то специально или не специально в биополе, он просто сгорит по каналу. Чтобы такое не случилось, вытаскивайте все. У нее столько присосок, он как пуговицы расстегивает, вот так снимает с нее за другой. Даже ноги вниз, где икры, всю присоску. Ты из нее спрута делал спрут? Нет, это сохранение каких-то материнских. Ты как инкубатор использовал или что, я не пойму? Вот эти присоски, они как домики. В них какие-то ДНК сидят. Я надеюсь, не это. Материнские. Его. Спрутов. Спрутов, правильно, да. Хорошо. Хранилище это. То есть при определенной, как он говорит, температуре и среде, то есть вода и условиях, вот эту присоску можно туда поместить, и из нее разобьется спрут. То есть, скажем так, если она пойдет на озеро или на море куда-нибудь, где много воды, будет теплая, хорошая погода, условия подходящие для продолжения, да? Это может быть случайно случиться, если среда подойдет, но без его координации это редко случается. Он раздает их. Это как хранилище он из нее сделал, такой роддом. Но не выводил там он. Когда ему нужно было, он выводил и подсаживал. Понятно. Он все снял. Хорошо. Синий дракон, выходи, вытаскивай все свои платы. Ничего не забывай, возвращайся назад. Вот, он вспомнил. Не вспомнил, а подобрал слово. Это материнская плата с фрута. Рисовского вот эти. Они, как сказать, оплодотворены. Все понял, хорошо. У него стержень у дракона. Стержень? Да, через этот стержень он информацию получал на плату в квартире. И где он стоял? В позвоночнике? Да, сердечная, горловая, третий глаз. По всем чакрам шел? Да, он информацию получил со всех чакр. Все снял. Хорошо. Инкуб, выходи, вытаскивай все, что я оставил, отключайся полностью. Ничего не забывай. Приступай. Накидка у него на плечах. Понятно. Накидка. Значит, ты ее делал невидимой, да? Да. Для другого. Понятно. А вот причина, почему последние годы, последние 7 лет, я скажу так, что бывают проблемы найти себе противоположное полу партнера, потому что… Сказал, что кто был, он выгнал. А что еще кто-то был до этого? Мужчина, если даже были, он их выгонял. А как ты воздействовал? Ты на мужчину воздействовал или ты делал ее неаттрактивной? Как это происходило? По-разному. Иногда запах делал, который только мужчины чувствовали, раздражал их, но они не понимали, что это такое. Они чувствовали только раздражение. Непонятное раздражение и уходили. Хорошо, благодарим за эту информацию. Идем дальше. Значит, у нас синий дракон все забрал, инкуб все забрал, спрут забрал, бес остался. Бес, выходи, отключайся полностью. Рассказывай, где что стояло, как оно работало. Приступай. На месте доложишь, что ты все снял. Сапожки он снимает. Что там было с сапожками? Все туда сходило или ты утяжелял все? Утяжелял. Он даже не утяжелял, он какие-то бессмысленные хождения. Мол, показывает. Туда-сюда она ходит в этих сапожках и думает. Вот и теряет энергию. Вот, это скорее всего ток энергии такой. То есть и думает, она даже не думает, она бессмысленно ходит. Ну смотри, 70% спрут забирал, у нас еще остался бес, инкуб и дракон синий. Тут просто… Спрут показал, что он забирал так, чтобы она дожила до вечера. Какой великодушник. Распределял в разное время суток, как он сказал. Все за все снял. Хорошо, бес. Разрешаю тебе забрать лярвы, которые находятся в ее биополе. Приступаем. И возвращайся назад. Забрал. Хорошо. Включаем внутренний белый свет сигны. Этим светом она выдалит из себя все негативные патогенные низкоэбрационные остаточные энергии на частотах интерферентов. Один, два, три. Свет пошел. Энергия выходит и формируется в шар перед ней. Не вышел шарик там с прута энергии, еще такие белые. Открывая под шаром портал в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Подхожу к сигне, помогаемой энергией. Сделайте импульс высокой аббрационной шока удара. Отсечатся все каналы к интерферентам. Значит, три, один, два, три. Удар. Отлетают каналы. Открывая портал в галактическое ядро, каналы улетают на переработку. Закрываем, печатаем, растворяем. Готово. Выходит эмоциональный фантом сигна. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкое аббрационное эмоциональное энергии, генерированное. Проецируется на ее эмоциональном фантоме. У меня все почти что-то перечислило. Все вышло. И одиночество, и агрессия, и ревность. Все вышло. Хорошо, сигна. Эти все энергии вы сами сгенерировали. Вы готовы от них избавиться? Она говорит, конечно, за столько лет много эмоций прошло через меня, и с удовольствием избавлюсь от всего. Хорошо. Отлично. Сворачивай эти энергии в шар. Бес забираешь? Давай. Отправляю бесу. Готово. Хорошо. Бес и синий дракон. Он говорит, что это салат. Салат для тебя, да? Да. Из всех этих... Ингредиентов. Ингредиентов. Понятно. Ну да. Это, в принципе, музыка в твоих ушах. Хорошо. Буду отпускать тебя сейчас в дуло. Он говорит, нет. Это легкий салат, не мяска. Хорошо. Мяско будет в квартире, я полагаю. Он, наверняка, столько же энергии, если не больше. Буду открывать сейчас портал. Два портала в квартиру Сигны. В один пойдет синий дракон. Соберет все свои платы. Будет меня дожидаться. Во второй пойдет бес. Соберет все, что он там раскидал. Все свои сеточки, одеялки, комочки. И будет дожидаться меня. Я приду, проверю и отпущу каждого потом на его чистоту. Беса соберу еще в дорогу в шар. Все понятно? Да. Открывается два портала в квартиру Сигны. Один, два, три. В один портал уходит дракон синий. Во второй портал уходит бес. Закрывай, опечатай, растворяй оба портала. Готово. Готово. Хорошо. Спрут. Ты больше не придешь в это биополити. Это понятно, надеюсь, да? Да, он будет искать другое сохранение. Ты готов уходить? Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте спрута. Один, два, три. Спрут забирает все, что он с собой принес и уходит на свою чистоту. Закрываем, опечатаем, растворяем. Есть. И у нас остался инкуб. Инкуб готов уходить? Да. Мачо. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Один, два, три. И инкуб забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываем, опечатаем, растворяем. Когда ты сказал Мачо, он показал волосатый, загорелый. Готово. Хорошо. Поехали по чистотам. Хорошо, Сигне. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? По-новому. По-новому. Безусловно. После сеанса наш администратор перешлет вам инструкции, текст манифеста на вашем языке. И заправляетесь энергиями. Каждый день, утром, вечером скидываете негатив, как мы показали в этом сеансе. Выдавливаете вся шар, отправляете в галактическое ядро, закрываете галактическое ядро. Все. И никто к вам не подступится. И работайте над своей осознанностью. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Сигне в ее систему Биоробот Душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаем часть объекта. Квартиру ты видела. На счет три ты стоишь перед входной дверью квартиры. 1,2,3. Входи в квартиру. Я даю команду. В зале установилась клетка. Хорошо. Арахноид. Дракон. Бес. Душа неупокойная. Две воронки. Еще какая-то субстанция неонового цвета и она липкая. Бес. Ты знаешь, что это такое? Скользкая. Бес. А что это, на твоей чистоте или что это? Есть слезняки энергетические. Как он появился здесь? Скорее всего, с кого-то пришел. А, он с кем-то пришел в эту квартиру и остался? Они разрастаются. Хватает маленькой части, чтобы они начали разрастаться. Понятно. Хорошо. У этой сущности есть своя чистота? У этого слезняка? Или отдать тебе его? Он не знает. Он говорит, наверное, есть. Нет, он его не хочет. Хорошо. Потому что он неонового цвета. Все понятно. Хорошо. Открывается портал на чистоте этого слезняка. Внизу. 1, 2, 3. И он уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяяя. Какая гадость. Он говорит, что он как улитка ползает везде. Только это слезняк. Все понял. Хорошо. И зобли оставляет. Да, это верно. Все понял. Две воронки под ними. Открывается портал в галактической дроне. Уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяяя. Готово. Арахноид. Выходи. Собирай всю свою паутину. Все, что ты раскидал. Потом, если есть, все забирай. И возвращайся в клетку. Приступай. Ну, побежал по шкафам, по углам. Да, это любимые там места есть у него там. Там, где стиральная машина стоит, да? Я не знаю. Я наверх смотрю. Он там по высокей потолке. Готово. Хорошо. Арахноид. Готово уходить? Да. Все собрал. Больше не приходи. Открывай наверху портал против часовой стрелки. На чистоте арахноида. Один, два, три. Арахноид забирает все, что принес. Уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяяй. Готово. Синий дракон. Ты все свои платы собрал? Да, все собрал. Хорошо. Я хочу получить от тебя слово синего дракона, что ты больше не придешь в этот дом и в это биополе. Я даю слово. Не приду больше сюда. Хорошо. Готово уходить? Он готов уходить. И он выражает благодарность за свои полученные походы чистки. Во благо. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте синего дракона. Один, два, три. И синий дракон забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, я бес уже все собрал. Неупокойная душа, обращаясь к неупокойной душе, представься, как тебе обращаться? Изольда. Изольда. Как давно вы... Изольда Викторовна. Изольда Викторовна. Хорошо, Изольда Викторовна. Кровец. Кровец. Хорошо. Как давно вы закончили свое земное существование? 1978 год. А почему вы так долго задержались здесь, Изольда Викторовна? Наблюдала. Прожила долго. Хотелось понаблюдать. Уйти всегда успею. Ну и как? А потом надоело или все уже посмотрели? Честно сказать, как был бардак и в мире, так и осталось. Не хочу больше здесь находиться. Как я вас... Учаровало меня будущее. Как я вас понимаю. А нам, здесь живущим, это тоже, безусловно, неприятно. Мы это все прекрасно понимали. Так и есть. Хорошо. Изольда Викторовна, с 1978 года вы здесь находились. Это очень долго. Я полагаю, вы пришли, чтобы мы открыли вам портал Светлый, да? Да. Я решила продолжать свой путь дальше. Хорошо. Правильно. А вы долго нас дожидались в этой квартире? Два дня. Два дня. Значит, вы знали, что будет чистка. Понятно. Хорошо. Изольда Викторовна, отпускаю вас, желаю вам все наилучшего в новой жизни, в новом воплощении. Открывается Светлый портал. Значит, три, один, два, три. В Чистилище. И Изольда Викторовна идет в этот портал. Мы желаем ей все наилучшего. Ее встречает Куратор. Все, кто ее знают и находится там. До свидания. Всего доброго. Она ушла. Закрывай. Палоточек на шею. Вот так вот погуляла. Закрывай, опечатай, растворяй. Ну, Изольда Викторовна в глубоком возрасте. В 1978 году умерла, если она 80 лет прожила. Шляпка. Она еще в 1890 году родилась или в этих пределах. Хорошо. Отпустили, сделали хорошее дело. Так, у нас остался, значит, бес. Он все убрал. Давай тогда сейчас решим вопрос с кошкой и собакой. Даю команду. На четыре появляется рядом. Собака Лотте. Один, два, три. Ее тонкая копия стоит перед нами. Стоит. Привет, Лотте. Мы пришли тебе помочь. Тебе что-то мешает? Мешает. Мешает. Хорошо. Правая лапа подняла переднюю. Понял. Хорошо. Включаем внутренний белосвет Лотте. Один, два, три. И этим светом выдавливает из нее все негативные патогенные, чужеродные, низкая вибрационная энергия, находящиеся в ее биополе. Все. До последней частицы выходит и формируется перед ней в шар. Вышел шар. Там сетки, арахноида, паутина. Все насобирала. Понятно. Открывается портал в галактическое ядро под шаром. И он уходит на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Я даю команду на счет три в макушку головы. Лотте. Начинает поступать необходимое количество собачьей энергии. Один, два, три. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Чистота и вибрации поднимаются до комфортного уровня. Лотте. Лотте. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется. Распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Есть. Ну, Лотте как? Лучше? Хорошо тебе? Она радостная. Ну, как сказать, трясет головой. Уши болтаются. Хорошо. Скажи, хозяйке что-то передать. Ты хочешь какую-то особую еду? Может тебе игрушка какая-то? Может тебе гулять больше хочется? Ты скажи мне, я передам. Она хочет чистый дом. И если хозяйка сможет так заполнять ее энергиями, она будет рада. Это необъяснимое собачье чувство. Вот так вот ей понравилось, да? Да. Отлично. Хорошо, Лотте, мы закроем все порталы. Квартира будет чистая. Все остальное передадим твоей хозяйке. А сейчас я буду возвращать тебя назад в твою систему Биоробот Душа. Будь хорошей собачкой. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Лотты в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и звенки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отлично. И даю команду на счет три. Перед нами появляется тонкая копия кошки Марджа. Один, два, три. И Марджа стоит перед нами. Да, есть Марджа. Привет, котик. Мы пришли тебе помочь, почистить тебя. Тебе что-то мешает? Ей все мешает. Сетки мешают. Я имею в виду, на ней нет ничего визуально. Визуально. Хорошо, включая внутренний белый свет Марджа. Один, два, три. И этим светом выдавливает из нее все негативные патогены низкой аббрационной энергии, находящиеся в ее биополе. Один, два, три. Энергия выходит и формируется перед ней в шар. Но у нее больше энергии и недовольства от того, что дом грязный. Она видит энергии эти. Хорошо, Марджа. Мы это все уберем сегодня. Этого больше не будет. Вышла с нее в шар. Открывая портал в галактическое ядро под шаром, он уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. И я даю команду в макушку головы кошки Марджа. Начинает поступать необходимое количество кошачьей энергии. Один, два, три. Все необходимые ей энергии начинают поступать, наполняя ее. Чистота ее вибраций поднимается до комфортного ей уровня. Пошел подъем. Витамины ей нужны. Шарство у нее должно блестеть. Хорошо, я передам хозяйке, чтобы она тебе витамины купила. Обязательно передам. Еще есть какие-то пожелания? Может, тебе какую-то пищу особую хочется? Или что-то другое? Ты скажи, я передам. Марджа. Ей нужны витамины кошачьи. Которая улучшит ее жизнь и будет выглядеть она лучше. Хорошо. Обещаю тебе. Я передам хозяйке, она тебе купит эти витамины. Хорошо. Больше никаких пожеланий нет. Ты довольна? Она довольна, но она показывает на вот эти трейлы, как называть, слезняка, дорожки. Это мы все сейчас соберем. На сетке. Красные. Все уберем. Хорошо. И для освоения энергии и вибраций возвращаем тонкую копию марджа в систему биоробот душа. Заводим. Подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И бес возмущается. Че? Говорит, нету никаких сеток здесь, я все собрал. Хорошо. Если нету, так и нет. Если ты сказал. Может, она же не видела, что ты собрал. Все собрал. Хорошо. Все. Вот сейчас мы закончили. Теперь переходим к бесу. Бес, пошли по дому. Покажи мне все порталы, которые находятся. Я их закрою и соберу тебе весь негатив в этом доме. Пошли. Он идет сразу в ванную. Ванную, да. Над унитазом зеркало, портал. Под этим зеркалом внизу открывается воронка в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, фантом портала, частицы портала. Все уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем, растворяем. Идем дальше. Здесь есть еще один портал. Где? Там же? Да, ванная здесь. Душ. Душ и угол. Угол душа, значит, потолок. И две стены, соединяющие до середины. Это все портал. Хорошо. Значит, я открываю тогда портал по всему периметру этой ванной комнаты. Один, два, три. И засасывается тогда этот портал, фантом портала, частицы портала. Все уходят на переработку в чистую первичную энергию в галактическое ядро. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Идем дальше. На кухне есть такой треугольник, пустой. Вот, и без туда просовывает руку портал. Под этим треугольником внизу открывается воронка в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, фантом портала и частицы портала. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Идем дальше. Окно в спальне. Под этим окном в спальне внизу открывается воронка в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, фантом портала и частицы портала. Все на переработку чистую первичную энергию уносится. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Все. Хорошо. Возвращаемся все к клетке. И я даю команду на счет 3. Низкая аббрационная эмоциональная энергия, эмоции, мысль и чувства. Готово. Хорошо. Большие шары? Большие. Под космическим открываем портал, галактическое ядро, он уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Есть. Бес забираешь? Да, он ждет, не дождется, крутится вокруг себя. Отправляю бесу, как и обещал. Мяско. Мяско, вот мяско он называл. Хорошо. Готов. Готов, хорошо. Больше тогда в эту квартиру не приходи, мы все будем здесь запечатывать. Все понятно? Да, давай, открывай скорость, он набрал. Рванет сейчас. Открывай внизу портал на частоте Беса 1, 2, 3, и Бес уходит на свою частоту. Закрывай, опечатывай, растворяем. И ставь в огненную пентаграмму. Готово. Рванет, зарядили. Хорошо. Так, клетка у нас пустая, Вера. Да. Открывай под ней портал в галактическое ядро, клетка уходит на переработку, закрывай, опечатывай, растворяем. Готово. Продолжение следует.